Видеоблогеры для особенно молодой аудитории действительно сегодня воспринимаются как такие честные, авторитетные, неподкупные люди, которые рассказывают именно о своей жизни, а если какую-то информацию распространяют, то эта информация действительно соответствует действительности, извините за тавтологию. Но, конечно, это все иллюзия, потому что любой видеоблогер так или иначе занимается монтажом, любой видеоблогер выстраивает кадр, любой видеоблогер играет со светом, и все это искажает тоже информацию. На самом деле очень многие вбросы, в том числе, которые имели и, извините, такие вот международные последствия, они были осуществлены как раз видеоблогерами, пользователями Твиттера. И сегодня уже доходит до смешного, когда какая-нибудь там Кандализа Райс на полном серьезе заявляет о том, что вот вы понимаете, вот такие вот преступления происходят в Сирии. Скажите, а на каком основании вы решили, что они там происходят? Ну как же? Это же видео в Твиттере, понимаете? Хотя ситуация анекдотическая, но тем не менее сегодня действительно интернет, он позиционируется американцами, которые его создали, кстати говоря, во многом. Как такой источник действительно самой ценной, самой оперативной, самой нужной, самой правдивой информации. Но это совсем не так. И на телевидении можно информацию исказить, и видеоблогер прекрасный может исказить, и просто человек, который ведет интернет-журнал, блог какой-то, он тоже может и наврать, и все что угодно. Вообще любой человек может наврать. И достаточно существует форм лжи, которые там затруднительно проверить на достоверность, которые очень цепляют, которые там действуют на основе мифов каких-то и застревают у нас в сознании. И интернет абсолютно никак не решает проблему того, что люди друг другу врут. Наоборот, он еще и усиляет. Те же самые профили в соцсетях, например, это очень серьезные искажения информации. Отмечаются даже случаи настолько существенного искажения информации на странице в соцсетях, которые просто шокируют общественность. Когда женщина покончила с собой, а люди до сих пор смотрят ее инстаграм и думают, ах, какая она счастлива, продолжают подписываться, лайкать. То есть ситуация абсурдная. Человек с собой покончил из-за депрессии, а его инстаграм при этом настолько пестрый и ярок, что он массово собирает все новые подписчики. Спасибо.